Открыто поддерживаешь Украину, отправляешься в список инагентов. Недавно перечень пополнили именем лидера российской рок-группы «Ногу свело» Максима Покровского. По версии Минюста Федерации, музыкант, который живет в США, открыто поддерживал Украину, в том числе сбором средств, и активно взаимодействовал с иностранными структурами. Покровский свой новый статус уже прокомментировал. Для нас это является какой-то формой рабства. Эту форму рабства мы совершенно принимать не собираемся. Вот это выставление плашек, данные, информации, инагентов. Я вообще хочу сказать, что я готов выставлять эти плашки, после того, как Путин на своих выступлениях будет выставлять плашки, что он официальный подозреваемый ICC, International Criminal Court, и что у него есть повестка. Максим Покровский и его группа «Ногу свело» открыто выступают против войны. Не так давно коллектив выпустил очередную антивоенную композицию. Ну вот такая теперь в России романтика, вот такой теперь в России престиж, вот так теперь в России оказывается хорошо, то есть пойти в военкомат, нормально, еще и семья денежек получит. Вот тюремная логика, ну логика на самом деле одна вообще на земле, но тем не менее тюремная эстетика, тюремные выражения, тюремные привычки и повадки, они прививались в России, в этой стране рабства, они прививались, мягко говоря, десятилетиями. Кинематографисты и документалисты тоже не остаются в стороне. Например, журналистке проекта «Важные истории» и автору картины «Я убил» Кате Фоминой удалось детально воссоздать события во время оккупации села Андреевка Киевской области. Она смогла записать видеоинтервью с российскими военнослужащими. Вот это вот фурно произведет в наших войсках, если ты опубликуешь это. Я понимаю, что меня посадят за всю эту информацию, даже не за то, что я в Украине говорил, а за всю информацию, которую я тебе дам. Я хочу просто признаться во всем и объяснить то, что происходит в нашей стране. Катя Фомина документирует военные преступления, совершенные российской армией. Я просто собирала подтверждения военных преступлений для нашего расследования. Все произошло случайно. На всякий случай мы решили заснять, как я звоню военным. Мы были уверены, что нам никто не ответит. Они ответили. И в итоге мы просидели в офисе до самой ночи, разговаривая с ними. Мы слушали с открытыми ртами. Никто не ожидал такого. Когда звонок закончился, мы поняли, что из этого надо делать историю. Те россияне, которые не могут активно высказывать свое несогласие с политикой Кремля, нашли иной способ отстаивать свою позицию. Журналисты издания «Докса» поговорили с людьми, которые пишут письма политзаключенным. Они считают, что такая переписка дает арестантам положительные эмоции. Искусствовед и активистка Анна Межова пишет письма с 2019 года. В целом я понимала изначально важность как письма, так и факта того, насколько это нужно людям, которые сидят за решеткой. Я довольно долго к этому шла. И вот регулярные вечера писем, рассказы людей, которые на тот момент публиковались в медиа. О том, как они получали письма и как это их поддерживало. Или наоборот, люди, которые переписываются с политзаключенными, делятся тем, как радостно получать ответы. Все это вместе и сработало. И в какой-то момент я начала переписываться. Любые антивоенные высказывания в России жестоко преследуются. За год российско-украинской войны силовики задержали около 20 тысяч человек, возбудили около 450 уголовных дел и составили 25 тысяч протоколов. Анжелика Брушневская для телеканала Freedom.